Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели» в студии Дарья Тендит. На этой неделе из Карачаева, Черкесии в Курску область по поручению главы республики отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В сбор благотворительной помощи активно включились жители городов и районов республики. Они объединились в желании помочь тем, кто стал жертвой нечеловеческого и беспринципного нападения ВСУ. Каждый из таких людей своим участием и поддержкой жителей приграничных территорий и наших военнослужащих, отражающих атаки врагов, вносит свой вклад в долгожданную победу и показывает, насколько силен и сплочен многонациональный народ России, отметил глава республики Рашид Тимрезов. Около 20 тонн груза отправили при содействии главного управления МЧС России по Карачаевой-Черкесии. В предыдущий груз мы в тесном взаимодействии с руководством Курской области сформировали потребности, которые именно сейчас есть. И на основе этих потребностей осуществили закупку и сформировали этот груз. В этот раз мы тоже порядка 18-20 тонн направляем. В состав груза вошли продукты питания. В первую очередь это продукты, которые у нас на территории производятся. Мясные консервы, соки, средства личной гигиены. Отдельное внимание уделили детскому питанию. Еще один населенный пункт Карачаева-Черкесии на этой неделе стал газифицированным. Специалисты Газпром газораспределения Черкесск ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в ауле Нижняя Тиберда. Разделить радость жителей в этот знаменательный день приехал и руководитель регионального Газпрома, а также представители правительства и парламента республики. Из аула Нижняя Тиберда репортаж Аллы Динаевой. После новой верхней Тиберды и города-курорта эстафету газа сегодня принял и аул Нижняя Тиберда. В последние дни уходящего лета природный газ пришел и в этот населенный пункт. Объект протяженностью 5 километров создал возможность для догазификации аула Нижняя Тиберда. Благодаря решению президента нашей страны у нас появилась возможность по программе догазификации бесплатно подводить дом к домам жителей нашей республики. И такая программа сегодня успешно реализуется. Хотел выразить огромную благодарность и сотрудникам Газпрома за то, что они подключились достаточно быстро и серьезно к этой программе и очень успешно ее реализуют на территории республики. Хочу поздравить всех жителей. Совсем недавно мы мечтали, чтобы у нас в каждом ауле в нашей республике был газ. Сегодня эти планы прекратятся в жизни благодаря нашим дружинникам, нашим достойным. Сегодня в республике 2,5 тысячи жителей уже воспользовались данной программой и получили газ в свои домовладения. С прошлого года действуют и региональные меры поддержки, в соответствии с которыми газ подводится не только к земельному участку, а к самому домовладению. Отдельным социально значимым категориям населения также выделяется субсидия и на приобретение газоиспользующего оборудования и оплату работ внутри самого дома. Напомнил генеральный директор Газпрома Межрегионгаз Черкесск Олег Дергачев. Создана техническая возможность подключения более 200 домовладений в Нижней Тиберде. Более 40 семей уже обратились к нам с заявками на дегазификацию. Хотел вам напомнить, что наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, запуская программу социальной дегазификации в 2021 году, поставил задачу Газпрому и органам местного самоуправления и органам исполнительной власти субъектов подвести газ каждому дому в России. Сегодня в нашем районе остается еще 5 поселений. Это Мариинское ущелье, Хурзут, Артюр, Чкуланов, Чкунарское ущелье. Я думаю, что в ближайшее время там начнутся работы. За столько другое время в районе Займы открывается 3-й населенный пункт. Это, не знаю, теперь, да. Буквально недавно мы открывали верхний Тиберду. Это для вашего блага. Конечно, когда дом отапливается газом, это другое совсем. Тепло, лед. Это наши социальные объекты, школы, садики, ДК. Зимой у нас будет тепло. Благодаря нашему президенту в это трудное время социальный блок вопросов, который сейчас решается, не забывается. Видите, мы стали очевидцами того, что наконец-то в Нижней Тиберде появился газ. Представитель газораспределительной компании Залим Бастанов доложил о готовности объекта для подачи природного газа. Объект испытан готов к эксплуатации. Аплодисменты, друзья! В семье Качкаровых большая радость, и сегодня они радушно встречают гостей, благодаря которым природный газ пришел в их дом. Загорается, отпускаете. Рау, что загорелось, большая комфортная. Спасибо. Теперь хлопоты по заготовке дров, наполнению баллонов сжиженным природным газом уходят в прошлое, и жизнь становится комфортней и уютней и для жителей аула Нижней Тиберда. Мы жили в старом доме, где печка. По-старому мы топили дровами печку, да. Ну, конечно, дети хотели приезжать зимой, особенно на зимних этих новогодних каникулах. Ну, у нас же одна печка и одна комната отапливалась, поэтому они приезжали и уезжали. А сейчас вот они радуются, мы тоже радуемся, потому что уже простор, уже в доме, в новом доме отопление будет газовое. Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. В Карачаевске прошло традиционное августовское совещание работников системы образования Карачаева-Черкесии. Для более детального обсуждения актуальных вопросов региональной системы образования в работе площадки педагогов принял участие и глава Республики Рашид Семрезов. Подробнее Ахмат Халкечев. Рабочую часть встречи предварили гимнами России, Карачаевой-Черкесии и торжественным занесением государственных флагов страны и республики. Вначале Рашид Семрезов подравил всех собравшихся с Днем флага России. Затем глава Республики отметил, что школы региона уже начали работать по единым федеральным программам. Также с 1 сентября текущего года во всех школах начнется изучение новых учебных предметов. Основы безопасности и защиты Родины – труд и семейведение. Новые дисциплины призваны формировать у подросающего поколения целостного отношения к семье, самореализации и к своей стране, подчеркнул Рашид Семрезов. Сегодня уже все наши школьники, учителя, родители хорошо знакомы с проектами разговора о важном и России о моих горизонтах. Все это делается для того, чтобы дети не заучивали факты, даты, понятия, а по-новому соберному динамику, который их окружает. Познакомиться со своими современниками, участниками СВО, а также культурным богатством и традицией нашей великой страны. Глава Республики также отметил важную роль формирования единого воспитательного пространства и поведал о том, что совсем недавно Республика получила обновленные учебники по истории для десятых классов. По инициативе глава субъектов Северо-Подказского федерального округа учебник был переиздан, и в нем теперь объективно изложены исторические факты, в том числе касающиеся депортации карачаевского народа. Я хочу поблагодарить министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Краснова за его личную поддержку в этом вопросе, а также за его помощь в развитии системы образования нашей республики. Одним из приоритетных направлений глава Крачаевой Черкесии обозначил совершенствование образовательной инфраструктуры. Сейчас в республике активно идет строительство сразу нескольких новых школ. К началу предстоящего учебного года откроется новая школа на 960 мест в селе Учкекен. А до конца текущего года будут достроены школы в аулах Адыгейхабль, Хабес, Станица-Кардоникская и в городе Черкесске общей мощностью на 1500 мест. Также в регионе реализуется программа по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. Уже отремонтировано 47 школ. В этом году начата работа еще в 15. К концу 2025 года будут капитально отремонтированы 62 школы республики. Ну и конечно в работе совещания был запланирован приятный момент. Педагогам, посвящившим большую часть своей жизни делу обучения и воспитания подрастающего поколения, глава республики присвоил почетное звание заслуженный учитель Карачаева Черкесии. Конечно, это особая честь. И я сегодня горда тем, что я получила эту награду и благодарна всем за высокую оценку моей работы. Сегодняшняя награда будет мне, например, напоминать о тех нелегких, но замечательных минутах, которые привели меня к этому успеху. Особые слова благодарности Рашид Тимрезов отрисовал учителям, активам российских комитетов и учащимся, оказывающим поддержки нашим бойцам, находящимся в зоне СВО. Также он подчеркнул, что ключевое место в структуре нового единого воспитательного пространства должна занимать патриотическая работа с молодежью. Ахмат Халкесчев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева Черкесия, Карачаевск. Глава республики Рашид Тимрезов оценил готовные средние школы номер 5 Карачаевска к началу нового учебного года. В здании завершили капремонт, а корпус для начальной школы практически построен заново. Здесь проведены масштабные работы по отделке помещений, замене инженерных систем, оконных и дверных блоков. Установлен подъемник для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, модернизированный пищеблок и столовая, благоустроенная территория. Ведется строительство умной спортплощадки. Уже 1 сентября школа распахнет свои двери для 450 детишек. В Карачаево-Черкесию с Белгорода и Белгородского района приехали 236 детей. В живописных уголках Карачаева-Черкесии, в Тиберде и Домбае ребята проведут 2 недели. Познавательный досуг, комфортные условия для проживания, 5-разовое питание, соблюдение всех мер безопасности. Все это подготовлено для ребят, которые живут при граничных населенных пунктах, постоянно подвергающихся атакам со стороны ВСУ. Кроме того, детям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и медицинская и психологическая. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что все сделают для того, чтобы дети почувствовали заботу и внимание. И чтобы они не просто хорошо отдохнули, но и набрались сил, вдохновились красотой гор, местным колоритом, культурным многообразием и, конечно же, согрелись сердечной добротой и кавказским гостеприимством. Только за один неполный август на дорогах Черкесской автоинспекторами зафиксированы 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Столько же было за первые 5 месяцев текущего года. Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение различных видов дорожных происшествий. На одном из рейдов побывал Артур Махце. Кинолог и его четвероногий напарник проверяют остановленные автоинспекторами транспорт на наличие взрывчатых веществ. Безопасность участников дорожного движения превыше всего. Даже если кому-то из водителей или их пассажиров что-то не нравится в работе стражи порядка. Черкесские сотрудники полиции на регулярной основе проводят такие рейдовые мероприятия. Тем более, что направлений для проверок немало, да и статистика того требует. У нас сейчас рост дорожно-транспортных происшествий, именно касающийся детского дорожно-транспортного травматизма. У нас зарегистрировано только за август месяц текущий. Уже сегодня у нас по сегодняшнее число у нас 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 детей. Это очень серьезная цифра, чтобы было понятно для сравнения. За первые 5 месяцев 2024 года у нас всего было 7, то есть за 5 месяцев. А тут у нас получается меньше чем за месяц у нас уже 7 детишек получили ранения различной степени тяжести в ДТП. Причин для подобной неутешительной статистики немало. В первую очередь нарушение водителями проезда перекрестков скоростного режима. Чаще вина лежит на взрослых. Некоторые дают несовершеннолетним самим управлять транспортным средством или вместе с ними переходят проезжую часть в неположенном месте. Нынешняя профилактическая проверка полицейских направлена в первую очередь на информирование нарушителей о недопустимости необдуманных действий, которые могут привести к печальным последствиям. Если же говорить об общей статистике дорожных происшествий, то за первые 7 месяцев на территории республики зарегистрированы 72 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на пешеходов, в которых 2 человека погибли, еще 34 получили ранения различной степени тяжести. Считаем, что подобного рода рейдовые мероприятия, которые проводятся нами, будут способствовать тому, что таких вот происшествий неприятных у нас будет в республике насколько можно меньше. Ну, в частности, если мы берем город Черкес, если каждый из нас, каждый взрослый, каждый родитель, брат, сестра старшая, каждый будет начинать себя и своим личным примером будет показывать детям, как правильно, вот элементарно возьмем, правила пересечения проезжей части, если будет показывать, как правильно через дорогу переходить, то есть остановившись, посмотрев налево, посмотрев направо, убедившись, что транспорт пропускает, или же его на данном участке, автодороги нет, только в этом случае, если человек будет переходить, Естественно, ребёнок уже это будет видеть и будет считать это за правильный переход. И, соответственно, в дальнейшем будет уже этому примеру следовать. Полицейские настоятельно рекомендуют и водителям, и пешеходам относиться уважительно ко всем участникам дорожного движения. В первую очередь следовать букве закона, а не личным интересам. К примеру, не парковать свой транспорт на зебре, мешая пешим людям ею воспользоваться. Тогда и у автоинспекторов к ним будет куда меньше претензий. Артур Мцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Завершил свою работу самый высокогорный молодёжный форум «Махар-2024». Участники – представители активной и талантливой молодёжи из 21 региона России. На целую неделю молодым людям организована интересная программа по четырём направлениям – образовательная, творческая, спортивная и горно-пешеходная. Кроме того, в рамках «Махара» в третий раз прошёл грантовый конкурс «Росмолодёжи», где победителями стали шесть ребят из нашей республики. Подробнее о том, как проходит форум, расскажет корреспондент Алихан Лепшоков. Самый высокогорный молодёжный форум «Махар-2024» стал уникальной площадкой для креативной и талантливой молодёжи с 21 региона России. Для молодых людей организована насыщенная образовательная программа с походами и с турами, где молодёжь не только может насладиться красивой природой, но и защитить свои проекты для получения грантовой поддержки. В этом году география молодёжного форума увеличилась в два раза. В течение нескольких дней для участников была организована насыщенная программа по таким направлениям, как образовательная, творческая, спортивная и горно-пешеходная. Также ребята ознакомились с интересными спикерами, которые делились своими знаниями с участниками форума «Махар-2024». Мы надеемся, что ребята заберут с этого яркого мероприятия только положительные впечатления, отмечают организаторы. Шесть человек с нашей республики стали грантообладателями. Уже третий год грантовая площадка Федерального агентства по делам молодёжи работает в рамках нашего форума. Ну и традиционная у нас образовательная программа, которая состоит из трёх основных блоков. Это креативная индустрия, студенческий молодёжный туризм и социальное проектирование. И, конечно же, наш форум не мог обойтись без наших походов на Нарзаны, на водопады. Молодёжный форум посетил и министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агербов. Он осмотрел различные арт-объекты и по традиции попробовал айран из айранбара. Помимо этого, Зураб Замирович рассказал о важности развития креативных индустрий и о работе специализированной школы, открытой в республике под его руководством. Министр отметил, что сегодня государство уделяет особое внимание развитию этого направления. Я очень рад, что у нас в республике развивается наша форумная площадка МАХАР и развитие её логичное и целенаправленное. То, что поставлено целью развивать креативные индустрии, одна из тем форума, для нас, для Министерства культуры, в целом для государства очень важно, потому что креативные индустрии призваны занимать всё больше и больше места вообще в экономике страны. Нам нужно, чтобы мы от сырьевой экономики перешли к экономике высокой добавленной стоимости. Важно отметить, что в рамках молодёжного форума МАХАР в третий раз проходит грантовый конкурс Росмолодёжи, где победителями стали участники из Карачаева, Черкесии. Сами обладатели грантов подчеркнули, что им удалось повысить свои навыки в социальном проектировании, креативной индустрии и туризма. Мой проект называется «Фестиваль этноспорта». Фестиваль этноспорта мы уже проводили в 2023 году, также при поддержке Росмолодёжи. На заочном конкурсе я выиграл и открыли базу, открыли Центр развития этноспорта в нашей республике. На что обратили внимание эксперты, то, что сам проект был просчитан, написан очень правильно, досконально. Плюс у нас очень много материала осталось от предыдущего проекта, и на базе этого мы хотим увеличить географию нашего проекта. Впервые приняли участие в молодёжном форуме студенты из Удмуртии, Башкирии, Белгородской области и даже с Луганской народной республики. Это уникальная площадка, которая объединяет молодёжь нашей страны, подчеркнули молодые люди с этих регионов. Впечатления просто неповторимы после вчерашнего похода, когда мы пошли в прекрасные горы, я бы только въезжала, у нас этого нет. А здесь природа, этот вязкий ароматный воздух и, конечно, атмосфера. Жизнь в палатке, то, что для нас, для людей, как сказать, из континента, из цивилизации, здесь просто здорово и отсутствие интернета. Это просто поразило, и такой, выходим на новый уровень какой-то. Форум Махар – это в первую очередь заряд для новых свершений и идеи. Но самое главное, каждый из нас унесёт отсюда новые впечатления и обретём новых друзей, уверяют участники. Алихалипшок, Афринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Махар. Шесть мировых рекордов по высокогорному погружению в Большом Клухорском озере установили представители дайвинг-клуба «Другое измерение» под эгидой Русского географического общества. При поддержке пограничной службы России, Министерства туризма Карачаева-Черкесии и Тибердинского национального парка. В Клухорском ущелье участники экспедиции находились четыре дня. Загоревшие, уставшие, но довольные они вернулись из-за живописнейших мест и впечатлениями поделились с Аллой Динаевой. Второе по глубине в Карачаева-Черкесии Большое Клухорское озеро выбрали дайверы для установления мировых рекордов. Эхолотом определили самое глубокое место водоёма. Мы на середине озера Клухор. Пошёл дождь с градом. Ну, а как ещё и ночью. Члены РГО Константин Изотов, Юрий и Елена Кашина – многократные рекордсмены России и мира по высокогорному дайвингу. Самое высокогорное погружение на озере Клухор в дисциплине смешанное трио мужчины и женщины на высоте 2690 метров. И вот уникальные кадры подводного рельефа Большого Клухорского озера. А ещё Юрий Кашин и Константин Изотов совершили парные погружения на самое дуно озера в светлое и тёмное время суток. Как инструктор, как курс-директор национальной дайв-лиги могу сказать, что очень непростое озеро. Очень непростое озеро. Оно очень глубокое. Мы с Юрием, когда погружались первый раз днём, нам даже стало жутковато, откровенно говоря, 20 лет в дайвинге, но жутковатая история. И было первое непростое погружение, и ночное тоже нам там подкинуло всяких проблем по части безопасности. Но мы всё преодолели, собственно, всё выдержали, слава богу. Температура воды 5 градусов, да, полный мрак, темнота даже днём. Мы нырнули на 38,5 метров. Мы пробивали и холодом, ну, вот остановились на такой. Дно там очень, скажем так, присутствуют пики различные, мы не знали их природу. Бытовало мнение, что там на дне сбитый самолёт, но поскольку вода очень мутная, то есть 50 сантиметров видимость. То есть, ну, условно говоря, рука вытянутая, всё. Мы его не нашли, ну, что делать. Вот нам и холод показывал, конечно, какие-то там предметы, пики, морены там, может быть. Но вот отсутствовала полностью видимость. С виду это очень красивое, такое располагающее к чему-то такому романтичному озеру. Но когда погружаешься, это жуть. Вот. Я думаю, Юра, мне не даст соврать, это жутковато, да, потому что она снаружи такой голубой и приветливая, а на самом деле там темень и очень, скажем так, неприятно. Да, особенно у дна там так вообще бодрит. У нас было на очень следовательских целях смешанной группе, женщины и мужчины, и два крайне технических, очень тяжёлых погружения на глубину почти 40 метров, там 3,8,4 днём и ночью. На самом деле, дайверы об этом знают, насколько это сложно, да. В принципе, 40 метров погружения на море – это не такая уж и беда, но высокогорье, там все расчёты абсолютно идут по-другому. Там это всё намного сложнее. Первый раз верхний слой был очень мутный, и сквозь мука пробились, пошёл другой слой чистый, но за счёт этого мутного слоя солнце не пробивалось, и мы, получается, уходили в ночную, ну, ночью прямо вот на дно. Были найдены артефакты, мины, гильзы, осколки от этого снарядов, монеты 43-го и 46-го года. Две монеты нашли. И, я так понимаю, что, скорее всего, человеческие останки. Значит, это 6-го, 7-го числа мы с Косатиной провели как раз-таки два сложных погружения, между ними сделали интервал положенных 6 часов, вот, и всё удачно, всё хорошо. И каждое озеро, у нас цели, конечно, разные, то есть не только там какие-то достижения, но, помимо того, это, естественно, экологическая оценка, это флора и фауна, замеры глубины, ну, и, естественно, артефакты Великой Честной войны, которые, в принципе, мы сейчас тоже нашли, которые тоже будут переданы в музей. Вот хочу сказать спасибо, конечно, национальному парку, сотрудникам ФСБ и Министерству туризма. Без них ничего бы не получилось. То есть ребята, я с ними созванивался, был разбор, как это, что провести. Никто не отказал с Корча-Черкесии, все, наоборот, нам оказали поддержку и помощь, за счёт им большая благодарность. А Елена Кашина выполнила погружение соло ночью. Экспедиция прошла благополучно, слава Богу, всё у нас получилось. Мы вообще изначально, было как бы заявлено на 5 рекордов, потом что-то как-то подумали-подумали, и я решила добавить 6-й, ночной соло. Вот, и потом мы заявили в книгу рекордов, нам одобрили, то есть то, что таких рекордов ещё нет, поэтому мы можем их ставить. Вот, сейчас мы надеемся, что нас утвердят, всё-таки внесут в книгу, потому что путь был действительно крайне тяжёлым. Самое, за кого переживали, мы так это за детей, потому что, ну, как бы не было, мы взрослые, а они дети, всё равно за них переживаешь. Тем более я мама про их детей, поэтому особенно переживала. Двое из них тоже участвовали. Рекорды установили и сыновья руководителя экспедиции Юрия Кашина из Мостовского района и Константина Изотова из Москвы, 13-летний Андрей Кашин, 10-летний Михаил Кашин и 10-летний Павел Изотов. Они совершили погружение в озеро и днём, и ночью, ныряли подростки на небольшую глубину под контролем инструкторов. Нас контролировал папа Паши Константин Изотов. Мы погрузились буквально на несколько метров. У нас было два погружения – утром, ну, днём и ночью. Мне не страшно. Мне наоборот, ну, интересно, даже очень увлекательно было. Ну, а ночью в темноте тоже интересно? Ну, да. С фонарями не страшно. У нас там были фонарики, вообще не страшно было. Мы погружились днём и ночью. Мы вдвоём. Это наше третье погружение. Мы погружались до этого на озере Шабайдак вдвоём. А в этом году погружался вот мой ещё брат. Ну, у него, получается, если посчитать, так два погружения. Меня, конечно, впечатлили сами места. То есть в свободное время, когда там можно было отвлечься и походить вокруг, я везде там поднялся, где можно было, походил. Поднимался на восточный Клухор. Виды, конечно, прекрасные. И везде видна история. Вот это история войны, потому что очень много оставшихся огневых точек. И понимаешь, как сложно было нашим ребятам в 1942 году пройти этот перевал, чтобы выбить оттуда немцев. Потому что там всё на ладони. Огневая точка, вот дорога вся перед этой огневой точкой. И немцам, конечно, там было проще, чем нашим солдатам. В Большом Клухорском озере дайверы смогли установить шесть мировых рекордов. Заявки на регистрацию достижений уже поданны. Команда находилась в Клухорском ущелье четыре дня. Экстремальные глубоководные погружения проходили в условиях видимости всего около полуметра и при температуре пять градусов, рассказывают участники экспедиции другое измерение. Красивое озеро, очень суровое и имеет подводную турбулентность. И совершать глубоководные погружения любителям экстремальных ощущений не стоит. Аладинаева Миха Каракелян, Вести, Карачева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин